Мы стали свидетелями новых открытий в сфере зелёной энергетики, увидели передовые технологии разных стран мира и заглянули в энергию будущего, которая уже наступает. Экспо-2017. На выставке Экспо-2017 не только демонстрировались концепции энергии будущего. Энергия настоящего участников из разных стран сопровождала деловые переговоры и приводила к долгосрочным соглашениям о партнёрстве. На площадке заключались многомиллионные контракты. Официальные встречи в рамках международного события открывали новые перспективы. Труды интеллектуальной собственности, научной разработки в сфере зелёной экономики и экологической энергии были самым главным товаром и залогом новых инвестиций. Это был уникальный возможность, если бы мы, допустим, потратили наше усилие, посетив такое количество стран, а мы встретились в более чем полусотне государств, которые приехали на Экспо и провели с ними встречи. То есть они приехали к нам, и мы им показали всё, как комфортно можно работать у нас в Казахстане. Здесь, как результат, 22 соглашения, которые подписаны по этому уровню, географии достаточно обширные. Официальный инвестоператор подписал соглашения с предпринимателями в сферах формации, химии, нефтехимии, IT-инфраструктуры и теперь уже нового тренда – Smart City. К примеру, в настоящее время компания рассматривает проект египетских коллег для создания умного будущего Астаны. Инвестиционный интерес к нашей стране проявляли даже такие страны, как Бруней и Гана. В частности, они не исключают возможность вложения средств в производство органической продукции в Казахстане. Вместе с тем о намерении инвестировать 45 миллионов евро в экотехнологию заявили итальянцы. Они заинтересованы в создании предприятия по производству биоэнергии из органических отходов. Планируется, что компания будет производить 300 тысяч тонн биогаза. Мы видим, что у вас есть возможность развивать эту отрасль. Наши технологии и условия для инвесторов имеют ряд преимуществ. Такое предприятие очень полезно для окружающей среды. Ежедневная установка сможет перерабатывать до 600 тонн биоотходов и экономить электричество на 15-30% ежегодно. Вложенные инвестиции могут вернуться в течение трех лет. Наше оборудование в данный момент перерабатывает мусор в ряде городов Италии и США, уже подписав меморандум, мы начнем проводить необходимые анализы и экспертные исследования. Кроме того, германские бизнесмены планируют реализовать в Казахстане несколько проектов в сфере энергетики. Напомним, что по итогам Казахстанско-германского делового совета, прошедшего в июле этого года в рамках Экспо, стороны заключили 20 различных соглашений на общую сумму около 800 миллионов евро. Безусловно, выставка послужила мощным импульсом в развитии деловых отношений бизнесменов и ученых многих стран, особенно в энергетическом секторе. В рамках делового совета был заключен ряд меморандумов с Казахстаном, в частности, об оказании консультативных услуг по вопросам энергоэффективности между Германским энергетическим агентством ДЭНа и Казахстанским министерством по инвестициям и развитию. Также заключено соглашение о развитии солнечной и ветровой электростанции. В сфере производства мы договорились о строительстве площадки по производству промышленных газов. Также договор в сфере строительства касательно расширения производства цемента в городе Шимкент. Кроме того, Институт имени Фораун Гуфера и Технический университет Мюнхена в рамках модернизации 4.0 будут участвовать в создании нескольких инновационных центров в Казахстане. Наряду с этим в период Экспо были подписаны меморандумы о сотрудничестве между регионами и отдельными коммунальными предприятиями Казахстана. К примеру, малазийцы, швейцарцы и россияне договорились в дальнейшем совместно развивать экологичные технологии. Отметим, что заключение меморандума не просто соглашение о намерении сотрудничества. Это большое начало выгодного партнерства, и Экспо сыграло в этом бесспорно свою важную роль. Субтитры создавал DimaTorzok